Привет! Уже стало наконец-то окончательно понятно, что мы переезжаем, переезжаем в одно из самых прекрасных мест, это Ужгород, Закарпатская область. Я прям очень рада, я всегда мечтала туда хотя бы попасть, попутешествовать, но так как дорога дальняя, туда ехать на машине часов 12, то Ване нужно было прилично так выходных, чтобы мы успели туда обратно съездить, еще и там погулять, позаезжать в какие-то городки, побродить по горам. А тут, оказывается, мы еще и переезжаем пока что на год предварительно, но, конечно, сейчас такое время, что ни в чем нельзя быть уверенным, ничего нельзя планировать, к сожалению, поэтому вот морально готовлюсь, что вполне возможно через месяц мы поедем обратно или по какой-то другой причине, в какое-то другое время, но надеюсь, что этого не произойдет, потому что я прям очень excited, возбуждена по этому поводу. Я очень люблю переезжать, мне вот все время не хватает этих новых впечатлений, новых эмоций, исследования новых городов, выстраивания быта в новом каком-то месте, обустраивания квартиры пустой и пока что чужой, поиска новых любимых кофеин, вот это все я просто обожаю. Так что вот, думаю, так как я очень люблю переезды, я люблю переезды смотреть, люблю переезды планировать, люблю о переездах даже просто думать, то я планирую снять серию видео с этим прекрасным, но довольно редким событием, как бы выжать его по полной, и поэтому, наверное, в этом видео я вам покажу какие-то организационные моменты, поиск квартиры, сбор вещей, возможно, отдельным видео сниму поездку на машине, туда дорога все-таки дальняя, 12 часов, поэтому можно много всего интересного наснимать, и опять же, дороги и путешествия я тоже очень люблю, вот эти перемещения. А потом в третьем уже видео сниму вам первое знакомство с городом, первое впечатление, покажу вам квартиру, которую мы в итоге снимем, вот как-то так. Так что, если вам интересно, то не пропускайте следующее видео. Чувствую, эпопея с поиском квартиры затянется, как это обычно, в принципе, бывает при переезде, особенно, как это было в Одессе, когда мы переезжали прямо в сезон, летом, поэтому я чуть ли не спала с ноутбуком, и во сне просто обновляла каждую вкладку с сайтом, где арендуют квартиры, и в ту же секунду, как квартиру какую-то нормальную, по нормальной цене выставляли, я звонила риэлтору, а мне уже отвечали, что ее забрали. Я не знаю, по-моему, все люди, которые собирались отдыхать в Одессе, поступали так же, как и я. Я, по-моему, мы, по-моему, с Ваней две недели квартиру искали. Вот. Здесь, я так понимаю, будет та же история, потому что, если есть вообще какое-то безопасное место в Украине, если предположить, что какое-то безопасное место в Украине есть, то это, скорее всего, Закарпатская область, поэтому люди, которые лишились дома или, да, которые боятся ракетных обстрелов, уезжают туда чаще всего. Поэтому высокий спрос, очень быстро квартиры разлетаются, цены поднялись. И то же самое, придется, наверное, просто во сне обновлять страницу каждую секунду, чтобы успеть выхватить нормальную квартиру с нормальным ремонтом и по приемлемой более-менее цене, потому что в бюджете мы все-таки ограничены. Так что, ох, чувствую, будет эта эпопея еще та. Все, мы нашли квартиру. Я вам даже поныть не успела, а мы с первого раза нашли идеальную квартиру. Ваня договорился с риэлтором, наконец-то все сошлось, и квартира актуальна, ее никто не забрал, и расположение неплохое, и вроде выглядит прилично, и цена приемлемая более-менее. Вот. И он договорился встретиться, посмотреть эту квартиру. Пока он там ехал, пока он смотрел квартиру, я искала еще кучу вариантов, ему накидала, но в итоге нам настолько понравилась квартира, что мы, наверное, даже больше искать не будем другие. Она просто не сама квартира, но расположение. Я вам квартиру уже покажу, когда перееду, чтобы сохранять интригу, где мы будем жить и где я буду снимать видео в ближайшее время, но покажу вам кусочек с расположением, то есть ту причину, по которой мы эту квартиру забираем с потрохами в ту же секунду и даже другие варианты смотреть не буду. Ну что, привет! Прошло где-то 2,5-3 недели. Ваня уехал ненадолго на сборы, поэтому мне не было смысла прям сразу туда выезжать, все-таки исследовать новый дом интереснее вместе, а не делать это самостоятельно. Поэтому я решила все-таки остаться в Киеве уже, подождать, пока Ваня приедет обратно в Ушгород и вернуться к нему. И как совершенно ответственный взрослый человек, я, конечно же, все оставила на последнюю неделю. Я переезжаю ровно через неделю, сегодня понедельник, вот я в следующий понедельник уезжаю, и у меня, как видите, вообще ничего не готово, не собрано, вон шмотки все еще висят, вообще ничего не делала. И, короче, сейчас мне теперь придется кучу всего делать каждый день с утра до ночи, но мне не привыкать, я такой человек по жизни, к экзаменам я готовлюсь в последнюю ночь, к переезду я готовлюсь тоже в последний момент. Так что сегодня куча дел, я вот собралась, теперь выбегаем. Класс, только я собралась выходить, включилась воздушная тревога, а это значит, что наземный транспорт не ходит, а мне нужен был трамвай, что все магазины, банки, аптеки и все-все-все закрывается, пока не будет отбоя воздушной тревоги. Ну, сижу, жду. О, да, наконец-то. Ой, класс, сегодня еще прям идеальная погода, чтобы заниматься делами, немножко прохладно. Вот, мне нужно поехать на почту, отправить книжки, купить коробки, зайти в банк, открыть себе карту, подъехать к метро, купить сумки, в которые вещи сложу, что еще? А, зайти купить линзы. И по дороге, может, еще кучу дел вспомню. Поехали. Еще надо сегодня успеть снять и смонтировать видео. Короче, я, как обычно, везде очереди сумасшедшая, на почте большая очередь, пойду завтра, открыть карточку в банке я не смогу, потому что у меня, я забыла документы. Зачем их надо брать вообще, я не знаю. И там тоже сумасшедшая очередь. И в итоге я купила только линзы. Пойду в строительный возле дома, значит, куплю там сумки поближе и коробки, и тогда сегодня начну собираться. А завтра рано утром выйду на почту, в банк, все эти дела сделать, пока нету сумасшедших очередей. Купила за тот дживсу шампунь. Это можно считать одним выполненным делом, если оно было не запланировано. Вот, решила все-таки постоять. Людей не сильно много. Может, за одной коробки там куплю. Короче, все-таки простояла я в очереди на почте, за час управилась, купила коробки. Только не знаю, как теперь их допереть домой, они здоровенные. Ветер дует, и меня с ними выносит. Просто смотрите. Привет-привет. До переезда осталось шесть дней. И сегодня вторник. Вчера я больше ничего, в принципе, полезного не делала. Занималась каналом, снимала видео, закрывала какие-то дырки, которые нужно отснять, монтировала. Сегодня у меня по плану собрать хотя бы посуду. Мне надо, в принципе, не так много собрать. Мне нужно собрать книжки и снять это. Мне нужно собрать одежду и отправить ее почтой, потому что вряд ли в машину все это поместится. Мне нужно собрать всякие бытовые вещи, там, мультиварку, фен, пылесос, вот это вот все, и куда-то поставить, чтобы не забыть. И вообще, опять же, примерить, поместится ли это все в машину. Нужно еще, чтобы Ваня поехал на квартиру нашу, посмотрел, какое там постельное белье, нормальное нет, стоит ли брать постель. Она точно не влезет, ее придется отправлять. Короче, в принципе, возни, вот этой возни неприятной много, а по факту дел-то не сильно, собирать не очень много всего. И, конечно, всякие мелочи надо пособирать. Мою канцелярку, которой много, какие-то свечи, какие-то настолки, мои какие-то там причиндалы уходовые, вот это вот все тоже, вот знаете, вот эти мелочи, я больше всего не люблю, за которыми нужно проследить, которые все нужно не забыть. В итоге потом они забываются. Как я забыла ноутбук при переезде в Грузию. Зачем он мне нужен? Взяла 3 килограмма корма Дживсу, который он в итоге не ел, и нам его пришлось выпросить. Но ноутбук я оставила дома. Короче, без долгих разговоров ненужных. Возьму одну из коробок, которые я вчера купила. Конечно же, это будет та, которая поменьше, потому что гигантская коробка в мой рост нужна будет для книг. А посуду можно и как-то сюда распихать. Ой, простите, буду сопливить пыль. Вот чеснокодавка, ножницы, вот эти вилки, ложки. Это все зачем покупать, если оно есть. Мы это забираем. Штопор. Не хочу открывать ботинком вино, как мы это делали в Грузии, когда переехали. Поэтому пусть будет штопор. А вот, кстати, термосик. Я его себе просто искала. С живцем гулять и не покупать эти стаканчики одноразовые каждый раз в кафе. Бережем природу, бережем. Терка. У нас 4 терки со всех переездов. Я думаю, пора порвать этот порочный круг и уже прекратить покупать терки. Ну, в принципе, все. Что здесь? Надо будет вытащить мультиварку из этих недр. Возьмем ее с собой. Вот, кстати, еще одна терка, еще одна терка. Надо будет, может, кому-то отдать или выкинуть. Не знаю, зачем столько. А вот еще маленькая терочка. Это я еще даже пыль не нюхала. Ну, и, в принципе, и все на первое время. То, что я вам показала вилки-ложки. Маленькая кастрюлька, большую кастрюльку надо будет помыть. Две мисочки. Вот там две большие тарелочки, две маленькие тарелочки и сковородка. Самое основное на первое время хватит. Остальное уже будем докупать в процессе. Привет, друзья! Сегодня четверг. Осталось три дня, если не считать сегодняшний до переезда. А у меня еще вообще ничего не собрано. Вот это проблема переезда, что как бы половина вещей, которые ты планируешь собрать заранее, оказывается, что тебе еще нужны. И поэтому в итоге ты все оставляешь на последний день. И потом в попыхах в последний день в мыле бегаешь, все это собираешь. Ну, мне кажется, так и произойдет. В этот раз. Вчера я ничего не снимала для переезда. Из полезного, что я для переезда вчера сделала. Это только купила две вот таких клетчатых сумки для вещей за 500 гривен. Мне кажется, мне какая-то попалась в переходе очень предприимчивая бабушка, которая умеет делать бизнес, потому что, ну, как эти две сумки могут стоить 500 гривен. Я не знаю. Их себестоимость, ну, максимум 1 доллар. Надо будет ради интереса посмотреть в каком-то эпицентре или каком-то другом строительном, сколько там эти сумки стоят. Потому что что-то, мне кажется, меня эта бабушка серьезно нажухала. Но у меня нету времени сейчас перебирать, искать сумки, подешевле экономить. Ладно уже. В них сегодня надо спаковать вещи. Самое сложное, мне кажется, сегодня. И отправить их почтой, потому что в машину они вряд ли влезут. Сложность еще вещей в том, что сейчас переходной сезон. То есть конец лета, начало осени. И пока еще очень жарко, поэтому летние вещи актуальны. Но никто не знает, когда жахнут холода осенние. Поэтому непонятно, брать ли осенние вещи и сколько их брать вообще. Ну, будем сейчас что-то придумывать и разбираться. А сейчас пойду разбирать свой гардероб. А через час созвонимся с Ваней по скайпу и будем еще и его вещи разбирать. Порция милого джипсика для поднятия настроения. Так, обратимся к осеннему гардеробу. Это надо делать без камеры. Это надо делать без камеры. Джинсы. У меня всех цветов радуги. Бежевые, белые, голубые, темно-синие, черные, потемнее голубые. Вот. И мои свитерки тоже. Я вот думаю, может опять-таки не брать их сейчас все. Потом себе отправить вот футболка клея, жилетка белая и белая футболка. Надо, наверное, сначала спаковать все-таки самые нужные вещи, а потом уже перейти вот к таким и что поместится, то и забрать. Окей, летние вещи. Мне осталось три дня здесь. Я не знаю, какая будет погода этих три дня, потому что вот сегодня шел дождь, сейчас уже шпарит солнце и жарко, а утром было 18 градусов. Я не знаю, какое у меня будет настроение эти три дня. Поэтому, что оставить на такой вроде небольшой промежуток времени? Что оставить, а что уже спаковать? Может пойти почитать? Ой, блин, я в этой куче вещей потеряла свою камеру. Как-то она, видно, грязная. И пыталась ее полчаса найти. Еще помимо вот этого, мне кажется, все займет целую сумку. А у меня еще летняя одежда своя. Осенняя-летняя ванина и наша обувь. У меня аж глаз задергался. Мне кажется, бабушка в переходе получит еще моих денег. Я ее озолочу, она станет миллионером и купит себе где-то виллу на берегу моря. С таким количеством одежды. Просто не хочется что-то забыть и оставить, чтобы потом как бы собирать вещи и отправлять их. Это там три дня. А потом целый год там жить и переживать, что блин, я вот это не взяла, надо было взять. Почти как из торта выпрыгнула. Только там внутри воняет. Блин, там внутри воняет, это же мои вещи завоняются. А у меня нет пакетов. Все-таки эко-шмейку быть не сильно полезно, особенно когда ты переезжаешь, и тебе нужно 5 миллионов пакетов. Ну, в принципе, еще не так все плохо. Меньше даже треть сумки, вот заняли мои осенние вещи. Сюда еще войдут летние и как раз обувь, так что я думаю, все хорошо. Дживс, ты бы хоть помог, отработал бы свои харчи. Мой хорошенький. Ой, что-то зеленое. А, тут коричневое или зеленое. Когда-то были зеленые, а сейчас коричневые. Давай. Это мама тоже. Продолжение следует... 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 Духи, косметику. Как видите, я очень люблю эту помаду. Хорошо, что я запаслась, потому что она белорусская, по-моему, и у нас уже ее не будет. Отсортировать духи, украшения, что еще? Очки. И вот это вот все аккуратно сложить и куда-то это все отсортировать. Палетка, кошелек, еще одна сумка. В принципе, вот такая мелочушка у меня собрана. Там у меня еще резиночки, заколочки, такое вот все. Очки себе выбрала, какие мне нужны. И все поедет в этой моей сумке. И вот эти помадки надо будет когда-то запихнуть. Это Ванин и пробники, я сейчас у него узнаю, что ему надо. Продолжаю бегать по квартире, собирать вот эти мелочки. Одну сережку потеряла, кстати, как оказалось. Ну, ничего страшного, ладно. И еще из мелкого надо будет сложить канцелярию. Тут вот у меня куча просто стикеров, надо будет отобрать самое важное. Куча блокнотов самых разных. Вот всякие ручки-шмучки, фломастеры, лайнеры или маркеры, или текстовые делители, как они там правильно называются. Вот это все надо бы разобрать. Какие-то свечки тоже взять с собой. На столке, может быть. Ну, вот что-то такое тоже. Решила сделать перерыв в сборах, чтобы доделать еще одно крайне важное дело. Это дочитать хроники семьи Козалет. Это Лизабет Джейн Говард. Где-то недели две, наверное, назад. Может, чуть меньше, дней десять назад. Мне оставалось всего лишь сто страниц в пятой и последней книге. И я думала, ну, до отъезда я точно их успею дочитать. Так что можно об этом пока не думать. В итоге, вот, я уезжаю послезавтра. И как-то грустно оставлять цикл недочитанным, когда осталось всего лишь так мало, всего сто страниц. Хочется узнать, что там закончилось, чем там все закончилось у персонажа. И мне так грустно стало. Вообще, пятая книга, не хочу, конечно, спойлерить никому вдруг что, но пятая книга заканчивается переездами главных героев. И вот у меня как раз здесь переезд. И ты понимаешь, что герои уезжают, и все, ты уже больше их не увидишь, ты ничего о них не узнаешь. И это так грустно. Вообще, еще очень грустно, что я обнаружила, что первых четыре книги были написаны в девяностых, а пятая аж в 2013-м. То есть, ну, практически через 20 лет. И я так понимаю, писательница планировала продолжать. Планировала писать шестую книгу, но в 2014-м году она умерла, потому что здесь не такой прям однозначный финал, как обычно это бывает в циклах, в семейных сагах, когда показывают финал жизни каждого персонажа, какой-то его исход, логичный конец. Здесь некоторые персонажи так вот подвисли в воздухе, даже практически все. Конечно, можно это считать все-таки такой немножко открытой концовкой, которая дает читателю волю для воображения, но все-таки, я думаю, писательница планировала продолжать этот цикл. И прям грустно, что я не узнаю, как там все закончилось по ее задумке. Тем более, что один из персонажей тяжко заболел прям в самом конце. И вот я теперь не могу успокоиться, мне нужно знать, он выздоровеет или нет. Хотя, как я теперь узнаю? Вот за это я обожаю и ненавижу циклы одновременно, потому что ты так привыкаешь ко всем героям. Ааа, друзья, последний день. Завтра мы уже уезжаем. Я не знаю, куда бежать, что делать. Я начинаю смотреть на свою комнату, вижу, что практически в ней ничего не изменилось, вещей меньше не стало. Мне кажется, что я ничего не собрала. Начинаю панически бегать по комнате, но понимаю, что, в принципе, уже собирать нечего, потому что я все собрала. Потом смотрю на количество вещей, думаю, что нет, я ничего не собрала, кучу всего забыла. И вот так вот я панически бегаю кругами. Уже второй день. На сегодня осталось много важных дел. Во-первых, когда приедет папа, мы снесем вот все эти сумки вниз, примерим, помещаются ли они в машину или нет. Если нет, то пойдем отправим часть вещей почтой. Потом мне нужно собрать книжки. Самое важное дело я рискованно оставила на последний день, а вдруг бы у меня не получилось. Вдруг бы у меня сегодня были какие-то более важные дела. И я бы, может, даже уехала без книг. Надо присесть. Аж холодом обдало. Так что из дел пока что очень важных нам с вами надо разобраться с очень серьезной задачей, сделать очень серьезное решение. Нам нужно выбрать книгу, которую я возьму с собой в дорогу. Пам-пам-пам. Как показывает практика, все эти книжки, которые я читаю либо в путешествиях, либо в других странах, либо там по дороге в какое-то прекрасное место во время переезда. Блин, у меня челка отросла. Мне не нравится. Я бы, наверное, ее уже подстригла. Но уже поздно, все. Либо подстричь сегодня челку, либо собрать книжки. Выбор очевиден. Например, я помню вот отчетливо, как я Кейт Аткинсон читала, как там она называется, «Витающая в облаках в поезде по дороге в Одессу», когда я туда переезжала. И я просто, не знаю, такое удовольствие от книжки получала. То же самое Керуак, который читался в Грузии, Ромен Гори, который читался в Париже, во Франции. В общем, нужно выбрать какую-то вот прям идеальную книгу, которая будет у меня ассоциироваться с поездкой, с переездом, и которая не даст мне продрыхнуть или заскучать целых 12 часов в машине. Так что это тоже очень важное дело. Вот такой выбор. Наверное, еще с папой посоветуюсь. Так, друзья, собираю книжки в переезд. Это вам все покажу в отдельном видео, которое я снимаю. Но, как вы видите, выбор очень тяжелый. А ну давайте посмотрим. Я вообще смогу эту коробку поднять, чтобы ее вынести в машину. Или мы сейчас ее опять будем разбирать. Весело и радостно. Так. Ну, подкачаю ягодичное. Все нормально. Фух! Книголюбам быть тяжело. Особенно во время переезда. Отправили почтой вот этот баул с вещами неподъемный, размером с меня, куда я могла поместиться, и вам это продемонстрировала. И духовку. И все про все получилось 300 гривен. Вообще понты. Я, если честно, планировала, рассчитывала где-то на тысячу. Так что у меня теперь огромный соблазн отправить просто все, всю квартиру в Ужгород почтой. И, конечно, огромен еще соблазн взять все те книги, которые не поместились. Так, на столке взяла наши самые любимые кодовые имена Дуэль, Путь лепестка и Тайные камни. И еще в коробку книгам я положила зелье варенья. Надо еще выбрать немножко свечей, чтобы там создавать уют и вкусный запах. Так, вот это. Но как ее... Повезешь, если она без крышки, но она так вкусно пахнет. Я все хотела ее опробовать. Вот эту я точно возьму. Моя пуговка. Вот эту я точно возьму. Она новенькая. Мне ее на день рождения подарили. Пахнет такими ягодами свежими. И можно еще парочку маленьких взять. Что здесь? О, это кожа. Очень вкусный запах. Вот можно кожу или... Вот эта цитрусовая. Вот эта моя любимая. Она пахнет... Не знаю, каким-то табаком, чем-то таким тяжелым и вкусным. Вот. И есть еще одна серая маленькая, которой я даже ни разу не пользовалась. Вот она. Она пахнет чистым свитером, такой чистой шерстью после стирки. Ой, восхитительный запах. Так что возьму, наверное, вот ее. Вот эти три возьму. Так, пока папа мне выбрал в дорогу или дзен, искусство ухода. Она может быть скучная, понимаешь? 10 часов ехать со скучной книгой. Или голубчика. Тебе скучно со мной не будет. Это правда. Решила, короче, взять Фенни Флэг. Стоя под радугой, я когда ехала из Одессы в Киев, тоже переезжала обратно, читала ее, о чем весь город говорит. И мне очень понравилось. Я прям с удовольствием в нее погрузилась. Так что надеюсь, с этой произойдет то же самое. Ну, извините меня, космополитен психология, ну, она не может сказать каких-то глупостей, правильно? Так, Джифси, давай собирать твои игрушки. Какие ты берешь? Где уже Зайенька? Зайенька уже пошел. Я же его только зашила, Джифсик. Я ему пришила ручку. А ты уже ему спинку раскромсал. Давай, Зайеньку кладем в пакетик. Клади, Зайеньку, в пакетик. Нет, Джифс, мы уже складываемся. Ты остаешься дома, будешь гулять с Бобриком? Джифсик! Понятно. Сборы будут не на камеру, короче. Так, ты тут корм свой не открой и не съешь, пожалуйста. Ламу возьмем, Хоса Карлоса возьмем. Я его тут тоже подоперировала немножко. Свои причиндалки возьмем, зубную щеточку, когтерезик, расчесочку, колечко возьмем. Надеюсь, хоть в Ужгородском парке ты за ним будешь бегать. Мы выезжаем! Начинается наше серьезное десяти, а может, чуть больше часовое путешествие. Да, пап? Угу. Мы запаслись полными термосами кофе. Сейчас шесть утра и путешествие начинается. Нет, не начинается. Папа ушел, бросил меня теперь. Никакого путешествия. Всем пока.